доброе утро дамы и господа привет отзиты из заснеженной канады вот так выглядит мое утро собираюсь ехать на работу вчера не поехала потому что был очень сильный снег скользко и поеду сегодня вот так выглядит моя машинка мою машинка вообще стоит в гараже поскольку у меня муж сработает из дома тоже его машинка стоит на улице не поеду с ней вот так вот так и живем машинку надо завести представляете вот такая картинка машинку надо завести потому что она очень холодная чтобы на ней нормально ехать она должна немножко поработать и надо включить отопление на окно отопление на заднее окно все горячий воздух на полную мощность чтобы все это оттаяло но вообще-то мне конечно это все надо будет почистить еще пусть работает ой снег пошел вот так вот и живем в Канаде все, пока пойду пока зайду домой пока она сгреется еще немножечко закончила одеваться собираться посмотрите как красиво у нас да да сегодня 2 декабря красота вчера я поехала на работу из-за снега но сегодня он продолжает идти ой пурга-пурга метель убежала домой все машинка почищено отогрета можно ехать на улице конечно красота все в снегу прям такое новогоднее новогоднее настроение а я еду за кофе смотрите какая прелесть кто скучал по снегу девочки вот вам полный отчет елки в снегу красиво как решила заехать взять кофе в Тим Хортенс Тим Хортенс это наш канадский Старбакс вы видите это вот очередь это Драйвс Ру я не пойду внутрь я закажу себе чашечку и потом с ней поеду на работу видите это все машины ну вы знаете у вас тоже так у всех во всех странах наверное сейчас это есть вот такой надо очередь стоять вон там всякие рекламы всяких пончиков полочек но мы ничего не будем мы возьмем только кофе с молоком без сахара снимаю вам может быть на день если вам интересно мой спидет губы не красила потому что на работе нужно носить маску все время все раньше у нас нужно было только в общих местах общего пользования так сказать туалет там ланч рум коридоры и так далее а на своем рабочем месте можно носить без маски то сейчас сейчас нужно в маске обязательно сидеть везде сколько я на работе за своим столом походи там по коридору в офисе не важно все равно я должна стоять в маске все время вот так поэтому вот так поэтому было не крушено ждем 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 там 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 я затарила себе кофе и можно ехать на работу я затарила себе кофе и можно ехать на работу вот так вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, девочки, к трудовому подвигу готова. Натянула маску. Такая жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Девочки, туалетные сэлфи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА вот это вот, и без каблуков, без особенных, сейчас постараюсь показать, что на мне внизу, вот такие ботинки, а, собственно говоря, у меня есть большое зеркало, я сейчас вам изображу себя в нем, Козоля, Каностраж, да, я не знаю, обгадили тут, все, что можно, так, вот такие вот брюки черные и сер свитер, немножко такой, знаешь, я решила добавить блеску, блеску и шику к своему наряду, все, вот такой у меня аутфит уже дэй, чирс, мукбанг, кофе на самом деле холодный, но I'm ok, я как бы могу пить холодный кофе, у меня совершенно это не проблема, я не испытываю никаких неудобств, я даже люблю кофе сельдом, а это можно сказать, почти это же самое, только для тебя, такой большой стакан у меня на целый день. Отработала я девочки, сегодня было долго, потому что, не знаю, много работала, все, сейчас поеду домой, или нет, не поеду домой, а поеду к себе в мой город, потому что я работаю не там, где я живу, и я думаю, что купить, я вам расскажу и покажу, ой боже, нос красный, губы не накрашены, не очень, бит у меня, конечно, ну ладно, как есть, алина тюрель, такое солнце, пытаюсь поймать, пытаюсь поймать кадр, чтобы не отсвечивало, не очень получается, смотрите, как, а, куда же мне его расположить, короче, вы представляете, утром я выезжала из дома, и было как пасмурно, я вам показывала, а сейчас прям солнце светит, как будто мы в сачах, сейчас я приехала в магазин, значит, сейчас я вам расскажу для чего, сейчас покажу вам, какое солнышко у нас, смотрите, какое небо голубое, приехала я в Walmart, приехала я для того, пытаюсь найти ракурс, не могу, ну ладно, буду такая, с солнцем на лице, если вы помните, я купила своей подруге подарок, и в эту субботу как раз мы идем к ней на день рождения, празднований больших не будет, потому что все сейчас, вы понимаете, что никуда нельзя, много людей собираться нельзя, ну, в общем, у нас будет человек 8, я думаю, что, в общем, короче, она договорилась в одном месте, что 8 человек нас пасают за один стол, и нас пустят как бы в ресторан, в этот, ну, не буду говорить где, потому как человек ради нас нарушает, не буду сдавать явки, пароли, и к чему я все это говорю, я к тому, вот я купила ей этот подарок, если вы помните, я вам показывала, и я его, на самом деле, заказала онлайн, мне прислали его, потому что в магазине не было, и мне прислали этот подарок в такой голимой коробке, что, ну, стыдно, да, я иду поискать какую-нибудь коробочку красивую, чтобы положить я его в этот медальончик, этот кулон, и я приехала в Walmart сначала, я посмотрю, что здесь есть, на самом деле, я вот, честно говоря, даже не знаю, мне нужна такая красивая ювелирная коробочка, знаете, бархатная какая-то, я даже не знаю, где такое можно купить, или мне придется, может быть, купить какую-нибудь ерунду здесь, в ювелирном отделе, попросить у них коробку, что положили мне, а я уже потом там переложу, но дело в том, что у меня были эти коробки, но я их как-то все выбрасывала, вот у меня, у меня был такой период, что я занималась чисткой, зачисткой всего, расхламлением, так сказать, и у меня лежали эти бархатные всякие коробочки, от всяких украшений, которые мне дарили, и я так на них долго смотрела, жалела, жалела, а потом взяла и все выбросила, потому что я подумала, зачем они мне, ну вот, зачем, сейчас мне нужно, а вот по один-один, дело даже не в том, чтобы, а в том, что, я не знаю, если честно, где можно вот просто купить отдельно красивую такую коробку для ювелирного украшения, без украшения, а в магазине, в котором я купила, я, не знаю, может быть, я к ним схожу, попрошу не в коробку, ну, в общем, посмотрим, посмотрим, как будет, смотрите, раз уж я здесь, я не уверена, что меня слышно, но я вам покажу, вот такой у нас уже карарам здесь, в детстве, пижамы, что это, маски, нет, тут какие-то подарки, боже, санитайзер с маской, вот это подарки, набор, набор для борьбы с ковидом, так, тут вот всякие у нас украшения, между прочим, брошечки, что, посмотрите, какие красивые, я пришла за коробочкой сюда, заметьте, да, сколько оно стоит, 8 долларов всего лишь, это, знаете, вот такие вот обычно, обычно подарки пакуют, как бы, что на Рождество дарите, вот в коробку, много-много чего, всего разного, а я на самом деле, мне не такая коробка нужна, я как всегда с своими брошками, колье, еще брошка-снежинка, колье и сережки, посмотрите, как красиво, да, сколько такое стоит, 10 долларов всего лишь, ну да, птичка, в общем, красиво, ну вы знаете, что, мне не такая коробка нужна, я хотела такой более, я бы могла, конечно, купить такую вот брошку какую-нибудь и положить в коробку этот кулон, но я хочу посолить ее коробочку, сейчас пойду еще поищу, смотрите-ка, ха-ха-ха, 4Х, ну вот тут полно всего всякого, но все же без коробок, что мне это поможет, ничего не поможет, часы, миллион часов, но это тоже не та коробка, что мне нужно, здесь прям коробки большие, такие целые для... О, ну не такую же мне покупают, да? Так, тут целая, целая композиция, ну здесь что-то будет, действительно забирать. Забирать! Тихо, как долго он говорил, я пыталась выпреждать, а мне нужна, ну не такая же коробка! Посмотрите, как красиво! Вот такая красота, девочки. Все эти елочки. Всякая мишура. Да, самое красивое время в Канаде, это, конечно, время перед Крисмосом. По магазинам ходить одно удовольствие. Столько всякого дурного хлама, который совершенно занимается пространством магазина. Я даже не знаю, что это. Это какие-то, видимо, подарочные игрушки. В общем, вон там елки стоят. Вот они, красавицы. И такие, и сякие, и с лампочками, и в ине, и просто зеленые, все, что хотите. Это живые орхидеи. Не крисмосная тема, но тем не менее. 19 долларов, посадьте, какие красивые. Купить стулья. Ну, она у меня умрет. Бессмысленно мне ее покупать, но все-таки как красиво. Посмотрите, какая прелесть. Это всякие наборы на подарки. Знаете, к Рождеству всякие пакуют там мыло-мыло, шампунь, ресторан, но в красивую-в красивую мыть там самую красивую упаковку. Вот это для девочек, вот это для мальчиков за 15 долларов. Если вы не знаете, что купить, и хотите просто отделаться подарком, то вот такой вот как раз в самый раз. Вот такие наборы. Ну, это что называется «Дай тебе Боже, что мне не Боже». Вот всякие подарки, знаете, всякая дурная дрюнь. Если вы не знаете, что купить в подарок, идите сюда, и вы всегда можете себе купить вот всякие держалки для телефонов, держалка для пены для ванны, какие-то подставки, чтобы ставить еду в машину, шахматы с рюмками. Не знаю, что это. Какие-то вот рюмки с чем-то. Ну, в общем, все, что вам не нужно, все, что никому не нужно, но оно запаковано в коробку, его легко, удобно дарить, и человек точно совершенно закинет это куда-нибудь в подвал, будет оно там валяться, или передарит ко мне. Клетка для телефонов. Это знаете для чего? Если вы приходите в гости, и там, например, вы не хотите, чтобы все утыкали свой телефон, вы у всех отбираете телефоны и складываете в такую клеточку. А вот это, кстати, хорошая штука. Это такая держалка для поясов. У меня такая есть. Между прочим, она очень удобная. Как она стой. Видите, как она сделана? У нее есть вот такие вот два ряда крючков по кругу. Мне очень удобно вести клеточку. Я даже себе такую купила. О, 10 баксов. Нормально. Может, мне даже парочку взять, чтобы было на что вешать. Так, а вот коробочки. Ну, они такие с крисмосной тематикой. Ну, ладно. Давайте посмотрим. Так, стой-то на 3 доллара. Супер. Ну, это не совсем то, понимаете. Это именно в такие коробки, чтобы класть их что-то на крисмос. У нас вот есть такая железная, металлическая. Тоже 3 доллара. Смотрите, какая смешная собака. Есть такая с Дедоморозом. Но я не хотела такой. Я хотела... Что это? Я даже не знаю. Я хотела такую, знаете, бархатную. Ну, я думаю, что... Знаете как? Все разобрали уже. Не коробочка, а девочная игрушка. Так, ладно. Будем искать. Я заскочила снова в тот магазин. Помните, я искала такую камеечку для прихожей. Совсем рядом с тем магазином, где я была до этого. И все, посмотреть. Может, у них что-нибудь новенькое завезли, но нет. Представляете, до сих пор не купила скамеечку себе в прихожей. Вообще не вижу какие-то кресла, тумбы. Торжерки. Торшеры, столики. Боже, что это такое страшное? Гегемот какой-то. А ну вот все те же самые скамеечки стоят, которые были. Но ничего нового не завезли. Вот это, в принципе, может, мне бы подошло. Единственное, что я хотела со сторожем. Ну вот, с тем, чтобы она открывалась, туда можно было что-то положить. вот эти вот маленькие. Они хороши тем, что они маленькие, потому что у меня там места мало. Сторочами, видите, вот такая вот, чтобы можно было там сундук такой, снизу было то, что положить. Но это мне не нравится категорически. Это такая очень этническая. вот вообще стул. Да, ничего не нашла. Смотрите, какие стулья. Какие стулья. Бэй Филипп. Сколько такой стул? 279 долларов. Недорого. Красота. А этот с ручками. А, эти тоже с ручками. Тоже 279. Жалко, мне не надо. Я люблю такую. Вот такие. Мне нравятся. 180. Есть серые, есть такие пыльные розы. Красиво. Жалко, что мне не нужно. Вот смотрите, какой стул. 150 долларов он стоит с подушечкой из меха. Пещерный. Перски. Слушайте, настоящие перья. ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какая лампа. 150 долларов. А, это торшера, не длинная. Высок. Два таких. Класс. Пойти мимо не могла, чтобы вам не показать. красиво. Смотрите-ка. Засольки. Если вам хочется новогоднего настроения, то вам сюда. я хочу вам сказать, что прям все так пустовато как-то. Так прилично подраскупили. Сейчас тут все завалено, завешено. И сейчас так жиденько висит. Папа шар большой. Да, как-то жидковато, потому что народ хватает все, что не приколочено. Я сегодня слышала в новостях, что у нас уже елок не хватает. Все покупают елки. Елок стало не хватать. Представляете? Я думаю, что это потому, что все хотят украсить корень все к новому году. Клисмасу, мальчики, маленькие шарики. Целый набор симпатичный. Дед Морозы разные. Ну, это прям настоящий Дед Мороз. Это не Санта-Клаус. Санта-Клаус по-другому. Другой одессе. Санта-Клаус имеет короткую красную шову, а вот такую синюю, пленную, это Дед Мороз. Ну, и, в общем, всякая дрюль вот такая вот. Прелесть. Я хочу такой домик. Такой настоящий. ёлочки красивые какие. Смотрите. Ну, в общем, много-много всего, но как-то не очень много. Если честно, в прошлом году было намного больше. Или я поздно пришла, и все раскупили уже. Так, все, я отвлеклась. Поедем дальше искать коробочку. Так, тысяча одна коробочка к новому году к новому году. К новому году. Но все и то. вот есть просто такие знаете если вот вот так у меня нужно такого размера чтобы она была не с новогодней тематикой а вот какая то вот такая здесь тоже написано на веке смысл это тоже новогодний это для бутылок король слышали родиться под новый год когда все коробочки тематические может мне купить и такой сундук маленький сундучок положить в него вот такой не знаю и всякие коробки для поделок он так весь какой-то занузистый внутри нет не подходит мне это и все-таки не тематически но они очень большие куда мне такой коробей еще коробей для маленького кулона окей не коробку хоть мешочек куплю красивый чтобы красиво положить в мешочек в красивую некрасивую коробку теперь только надо выбрать и нужно такой маленький так-так-так-так-так-так-так-так какой лучше сейчас подумаем это большие а вот это красиво смотрите как красиво ленточки у него такие бархатные дают симпатяну или вот такой с мальчиком такого цвета например вот такого цвета сейчас я выберу какой-нибудь по итогу девочки времени почти пять часов проболталась целый день разлохматилась как как лохудр проискала эту коробку коробку не купила но купила мешочек в последнем магазине вот я вам показывала покажу еще раз этот вот самый который я вам показывала красивый мне понравился я его купила хотя бы без коробки но будет хотя бы с мешком красивый и в валмарте я накупила себе всяких там вот это я вам показываю видно не видно вот такой кстати очень удобный стоит десятку но в принципе у него можно повесить стук 5-6 поясов даже больше может быть на все крючки я вешаю по 2 в общем всякую фигню трайпод под телефон такой попробуем он продавался в отделе подарков не подумал вот чем не подарок блогеру ну все короче девочки вот такой вот у меня был день я вас взяла с собой на работе много не снимала то что и меня работа скучно делать там делать ничего смотреть нечего снимать особенно нечего тем более вокруг люди бегали все время не хотела чтобы они видели и вот носила за этой коробкой в результате коробку не купила купила всякой фигни для себя много раз ну это как всегда как водится накупила мешочек все девчонки надеюсь что было не очень скучно вот такая у меня жизнь какая есть такая есть ничего супер excited excited моей жизни не происходит а в основном это еще сегодня был день что я на работу пошла так я обычно дома сижу и вообще как бы снимать абсолютно ничего но если вам понравилось ставьте мне лайки и подписывайтесь и напишите мне если вам понравилось я буду продолжать снимать его увидимся в следующем видео люблю целую пока пока бай коробка упала